И снова всем привет, друзья! Здравствуйте! Так, мы сейчас повторим общие мануальные принципы, да, для, ну, как бы без разбора полетов, да, без разбирательств, где у человека там что-то не так, куда-то съехал позвонок, сколиоз, не сколиоз. Просто общая коррекция для всех, приводна для всех в завершении массажа. Специальный мануальный массаж мы уже проделали, разогрели, убрали спазмы, да. И теперь, чтобы приступить, нам надо, ну, во-первых, во время массажа мы его уже раскачивали, да, растрясали по-всякому, декомпрессировали, уже было воздействие, да. Нам самое главное воздействие на, вот видите, по складочке видно, это ассисты позвонки, но хруст идет вот на два пальца сбоку, вот по этой линии, реберно-поперечное сочинение, и там же фасеточные суставы, которые, это когда мы позвонки, цеплятся друг к другу. Поэтому мы их разбиваем сначала кулаками, в основном это грудной отдел, плечи вот, лопатки, по почкам не бьем, здесь по крестцу бьем, так же вот вбиваем его вниз и в стороны отдельно подвздошной кости, чтобы они расшатались, разошлись, сустав, КПС, крестово-подвздошный сустав. И вот я для чего снимаю этот ролик, как бы, чтобы вы поняли последовательность, да, и насколько это на самом деле не длительный прием, это занимает буквально там 4 минуты. Вот давайте снячем, сейчас 15.04, продолжаем разбивать, вот КПС, да, подвздошный крестово-сустав, через свои пальцы, доходим до копчика, потом ППС, это пояснично-подвздошный сустав, значит, через тряпочку находим ямочки вот эти, да, и вот по диагонали к позвоночнику вот здесь вот такая впадинга, ну, куда она человека, вот два пальца помещается, с этой стороны, с этой стороны тоже два пальца, значит, именно вот сюда устанавливаем свой большой палец, ну, любой руки, допустим, удобно вот этой, да, и стучу в сторону декомпрессии, то есть вот туда по диагонали, и в мою сторону, тоже по диагонали. Можно поставить вот так палец, как молоточек, да, и туда вот его забить, расслабляя вот этот вот сустав. Также для декомпрессии можно пройтись вверх по всему позвоночнику, ну, как правило, начиная от десятого позвонка, пропускаем плавающие ребра, нащупываем ямочку между остистыми отростками, и через палец свой пробиваем туда. Некоторые это делают, ну, для жестких людей можно через молоточек, до лото, использовать, ну, я разные приемы уже показывал, какие можно использовать, да, через пальцы просто быстрее всего. Можно даже вот три соотъемки найти и по трем пальцам простучать. Ну, я не сильно, не сильно стучу. Так, просто для декомпрессии мы это делаем, да, то есть постоянно раздвигаем это все. И вот когда мы это все раздвинули, теперь уже переходим к самим приемам. Декомпрессионный прием, я уже показывал, там их шесть способов есть, ну, выбирайте тот, какой вам удобнее, например, вот большими пальцами, да, основание большего пальца, уперлись, натянули ткань, выдох. Раз, два, восемь, выдох, раз, три, четыре, пять. Прошлись, да. Раскачали человека по диагонали. Раз, два, три. Видите, вращение не останавливается, как бы просто ловлю амплитуду и под эту амплитуду пробиваю. Три. Далее, остистые позвонки, так вот в стороны, туда-сюда, растянули, по-выдергивали в фасеточные суставы. Ну, начнем, например, с Р5-ТС-1. Как раз вот по два пальца от оси позвоночника отступили за кожу. Тут еще один сустав пояснично-крестцовый, ПКС. Потом по крестцу прошлись до конца, взяли копчик, выдернули его. Как ты его назвал? Пояснично-крестцовый? А КПС тогда что такое? КПС это крестцово-пояснично. А это ПКС. А это разные. Крестцовый, да, разных суставов. Дальше. Сам вот КПС теперь, его дернули в эту сторону, в эту сторону, в эту вот букву В. И теперь вот этот ППС, вот так вот, над косточкой, находим его выше. Ну, примерно от ямочки, да, на сантиметр выше. Вот такой. Где, наверное, взяли? Ну, вышек, ну, даже, да. Прошлись по всем позвонкам. Ну, докуда идется. Если хватается выше, то вам нужно выше. Понятно, что у полных людей вы там даже захватить не сможете. Теперь реберно-поперечный сустав. Суставы все прям удерживаем. Это примерно от оси позвоночника, где-то вот на расстоянии четырех пальцев. Трех-четырех пальцев. И сам позвоночник вот расшатываем. Расшатали. Следующий прием, это ПО перпендикулярно ребра. Вытаскиваем вот за лопатки. Выдох. Еще раз выдох. Ой, блин. Сейчас, стой. Мама, сейчас шея была? Нет. Я шею свернула. Ну, если хочешь, то возьмем другую голову. Ага. Ой, блин. Там просто для демонстрации. А сейчас я тебе это все-таки рассказываю. Выдох. Выдох. Так, это вообще только где ребра идут, зона, да? Ну, вот отдельно поясницу, да? Если только мы делали скрутку. Вот так вот теперь только для поясничной области. Прошатали, шатали и толкнули. Прошатали, шатали, промажем амплитуду. Я тебя боюсь. Ой, блин. Ой, боюсь. Не боюсь. Будет на море. Если что-то пойдет не так, всегда можно починить поверну просто в другую сторону. То есть вы увеличали сюда, а в другую сторону и вот и вся логика. Подставить левую, да? Да, подставить левую. Так, со спиной как бы закончили. Теперь шею немножко поправим. Значит, этот тройной удар выдвина. Расслабляйся. Нет, ты сам ничего не делай. Пожалуйста, помягче. Ладно, очень хорошо. Раз, два, три. И там тренировок. Сюда, в другую сторону поворачивай. Так, раз, стой, два, три. Ой, ой, контрольный. Все, как бы это вот без разбора конкретных заболеваний, да? Но если у человека, так, кстати, замеряем, будут 4 минута, сейчас 10 минута. Это просто как декомпрессия, да, получается? Да, да, это как бы как декомпрессия, все мы вытянули. Соответственно, для поясницы и для шеи в основном скрутки, для грудного отдела в основном продолбивание вот туда. И когда мы даже вот так вот делали, мы тоже натягиваем ткани вверх, да? Чтобы тянуть все время с декомпрессией вверх. Все вот эти приемы делаются снизу вверх очередных стих. Так, ну вот сейчас 9 минут. То есть, получается, в 4 минуты мы начали. 9, закончили. Это получается сколько? 6, не, 6, 5 минут, да? Ну, тут еще я говорил за многое. Ну, наверное, минуты 4 как раз все это и прошло. И если мы уже нашли какую-то отдельную проблему, допустим, сколиоз, тут вот сюда, тут сюда, да? Тут уже поступают другие приемы. Начинаем, например, сколиоз в нашу сторону пошел в грудном отделе, да? То берем уже за ногу и уже начинаем там совершенно другие приемы, о которых я уже рассказывал в следующих видео, где проверяем. Ну, я еще вот так повернулся. Да, да, так нельзя, как в другую сторону. Ну, нет, потому что на ровно в сторону, как сколиоз, да, да. Я просто в ту сторону рискалил, чтобы вот туда толкнулся. А, правда, да, да, да. То есть тут растягиваем, да, внукаем. Ты молодец, что вспомнил? Так, ну, сейчас у нас тема такого общего. То есть в следующих видео как раз разберем уже отдельный случай, да? Отправки конкретного позвонка в седьмом повернуться или первую грудную в ту или иную сторону, да? Если крестец развернут туда-сюда, если таз один выше другого, то есть ноги разной длины. Об этом мы будем все в следующем видео. Есть и ударные методики, есть и более плавные методики, есть и мягкие методики типа пост-эзиметрической релаксации. Но об этом в следующем видео. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. С вами был Олег Гудовин. С вами был Олег Гудовин.